Друзья, всем привет! Сегодня 23 апреля и мы планомерно подходим к окончанию первого этапа строительства. Это базовый комплект, фундамент, коробка, крыша на Кавголовском озере. Посмотрите, какой красавец за моими плечами у нас вырастает просто на глазах. Это дом из газобетона. Крыша у нас будет покрыта гибкой черепицей. Она будет многослойная. Мы ее уже купили, кстати говоря, у компании Техно Николь. Там Country Michigan называется. Сам производитель дает на нее гарантию 50 лет. И мы уже сегодня будем размещать заказ на окна. Здесь будут очень классные окна поставлены в этом доме. Мы будем ставить профиль века с ламинацией снаружи, внутри белый. У нас будет портал. Я вам это тоже покажу в следующих видео. А сегодня свой выпуск хочу посвятить тому, что подняться наверх и показать вам, как устроена стропильная система в этом доме. В каком-то из своих видео я вам уже показывал про стропильную систему, но там была двухскатная крыша. Здесь мы посмотрим на стропильную систему при варианте вальмовой крыши. Это наиболее популярная крыша вообще в полноценных двухэтажных домах. Чем она удобна? Во-первых, вы экономите деньги на фронтонах. Во-вторых, получаете такой уже вид определенный дома, что в дальнейшем можете играть с отделкой вообще в разных направлениях. Можете сделать отделку в стиле хай-тек, когда у вас там будут красивые какие-нибудь вставки из планкина. Можете сделать просто в штукатурке. Можете увести этот дом в классику. То есть крыша, которая вот на самом деле вот такая по форме вальмовая, это универсальная крыша, которая, ну, подходит любому дому. Я скажу, что, ну, наверное, 90% расчетов домов, когда я считаю двухэтажный дом, у всех вот такая крыша. Максимум отличается тем, что у кого-то есть там какой-то мезонин, у кого-то есть какой-то дополнительный выступ. Но вот это наиболее популярная крыша. И как она устраивается, вот именно на уровне стропильной системы, мы с вами сейчас пойдем и посмотрим. Итак, с чего начинается устройство вальмовой кровли? Я хочу вам показать этот процесс самых азов, чтобы вы понимали вообще, как вот такие крыши собираются. Снаружи кажется вроде бы просто, да, то есть создали домик, но на самом деле здесь есть определенная поэтапность шагов. Итак, первое, что делается, это выстраивается вот именно основной каркас, вот каркасная система, будем так говорить. Я сейчас объясню, про что я имею в виду. Вот видите, на заднем фоне, вот за мной такие как бы как ворота. Вот видите, вот туда они уходят. Что это такое? То есть здесь у нас дом, смотрите, 10.30 на 12.90. То есть разница в размерах получается 2.60. Так вот, по правилам геометрии, то есть если у вас, допустим, был бы дом квадратный 10.30 на 10.30, то у вас бы вся крыша сходилась в одну точку, да, то есть она бы вся была бы пирамидоидальная, вот так будем говорить. Вот, но при условии, что у нас дом вытянутый, то ровно на разницу расстояния между стен у нас образуется ровно такой же абсолютно конек. Поэтому вот это место, я даже могу его в принципе не замерять, но зная разницу между двух размерах, это 12.90 и 10.30, вот этот размер вот этой балки, он 2.60. Вот первым делом выстраиваются такие ворота. После этого обязательно, когда вы выстроили вот такую хребтовую систему, она, кстати говоря, посмотрите внимательно, должна упираться, да, то есть в нашем случае она очень удачно подходит под несущую стену, это раз. И второй момент, обратите внимание, какие под нее подпорки тройные делаются, потому что это место будет принимать, ну, значительные нагрузки сами по себе, которые будут передаваться с крыши, тем более крыша у нас планируется покрываться гибкой черепицей, да. А гибкая черепица, как вы знаете, может быть, да, она не сгоняется, ну, то есть она, снег на нее когда ложится, то есть он с нее тяжело там сдувается, уходит, то есть если с металла черепицы, допустим, снег легко слетает, то гибкая черепица его задерживает, поэтому крыша должна принимать максимальные нагрузки. После того, как поставилась вот эта балка, да, обратите внимание, как она у нас скручена, это 4 доски, 4 доски полтинник, и тут под ней еще столбы 200 на 200, то есть, понимаете, это место заслуживает особого внимания при выстраивании. И это основа, с которой вы, главное, начинаете. Потом дальше выставляются хребты. Что такое хребты? Вот это косые такие балки, вот вы видите ее под рукой у меня, вот, которая идет именно вот от нашего места бруса, и вот таким образом в самый угол дома, вот туда наискосок, прямо на самый угол. Это называется хребет. Он тоже должен быть усиленный, потому что хребет, он вообще примет на себя, ну, вот самые большие нагрузки. Снег же, понимаете, вот если там у нас балка стоит, и она просто на себя принимает нагрузки от кучи стропил, то сам снег будет ложиться на хребтах, на боках, на подветренной стороне. Так вот этот хребет мы тоже делаем из двойной спаренной доски 50 на 200. Я, допустим, даже мог бы вам рекомендовать рассмотреть такие варианты, как LVL-брус, который вообще не имеет практически при расстоянии, вот как у нас здесь 9 метров почти образуется, поменьше, наверное, где-то метров 8. То есть он вообще не имеет прогиба никакого. Ну, а мы в случае использования обычной доски, естественной влажности, обрезной, мы, в принципе, используем вот такие подставки-подпорки. Сейчас на крыше их сделано немного еще, но в дальнейшем, когда вся стропильная система уже будет закрыта, то ребята перейдут на чердак и сделают по периметру еще продольные подпорки под все стропилы. Так, дальше переходим. Смотрите, после того, как мы собрали вот такие 4 хребта, то есть по каждой стороне, вот, если обратить внимание в стороны, вот там еще хребет, ну и, соответственно, с четырех сторон. Видно, да, вот это излома крыша. Что делается дальше? Мы начинаем набирать стропила. Первым делом, в принципе, мы набираем самые простые стропила, то есть это вот эти прямые, да. Они набираются проще всего, то есть укладывается стропила вот на наш коньковый вот этот брус, запиливается, обязательно вот обратите внимание, видите, запил, то есть она запиливается, вкладывается и крепится на уголки, вот, с двух сторон. С двух сторон мы прокручиваем здесь уголками. Дальше еще также ребята дополнительно их сбивают друг с другом, когда монтируют, но это уже как монтажные элементы, но гвозди потом, вы сами понимаете, никто оттуда не убирает. Вот, с другой стороны стропилина, при правильном расчете, да, допустим, и опять же при определенной длине здания, она опирается на наш Маурлад. Так, если посмотреть поближе, то вы увидите, что с этой стороны стропильная доска также запиливается, четко опускается на Маурлад, таким образом она передает на него нагрузку, то есть она не на краю лежит и может соскользнуть с него, а именно вот с такой запиловкой. И с двух сторон прокрепляется также усиленным уголком, видите, с этой стороны и с той стороны. Но не всегда вот этой доски может по длине хватить. Все зависит от того, какое у вас здание вообще по длине, да? Ну, по ширине, по длине, неважно. В определенных случаях приходится делать наращивание этой доски, то есть тогда делаются дополнительные упоры, и здесь уже за счет шпилек скручивается и делаются такие как бы выпуски туда наружу. То есть это определенные стропильные системы, но не в нашем случае здесь. Все, переходим к следующему элементу. Это угловые стропильные доски, которые набираются на хребты. Таким образом они набираются? Также по прямой опускаются на морлат и запиливаются. Абсолютно принцип везде, установки одинаковые. Но вот в этом месте берется косой запил, то есть четко размещается вот эта доска именно карандашиком. Ребята запиливают ее и также ставятся дополнительно монтажные уголки 135-135 градусов. Они продаются на любой строительной базе. Оцинкованные саморезы, кстати говоря, обращая внимание, у них хотя бы головы не отрываются. И дополнительно ребята пробивают доской. Вот по такому принципу набирается стропила справа налево, между хребтами и все с установкой на морлат. В принципе, по стропильной системе по большей части тут сказать особо больше нечего. Единственное, что, наверное, я бы вам показал, вот как правильно ставятся подпорки. Видите, подпорка выставлена, она подпирает наш хребет, но под подпоркой лежит доска. Вот так как подо мной, вот здесь деревянные балки над помещением, которые по длине почти перекрываются 5 метров, то вот эта доска кладется наискосок и через балок 5-6. Это для того, чтобы максимально передать на них вообще нагрузку. То есть, если вы просто упрете вот этот хребет в центре, там на две балки, то в дальнейшем просто при давлении крыши у вас в этом месте может на потолке появиться вот такая, как бы выпячивание будем вот таким образом называть. Ну, а по факту переломает всю отделку потолка, которая вот вообще у вас там существует. Так, давайте теперь вылезем чуть повыше. Сейчас ребята как раз прибивают контрбрусок и обрешетку. Для чего это надо? Мы первым делом постелили здесь кровельную мембрану. Это кровельная мембрана Tavik Soft. Она является наиболее оптимальным решением. То есть вот так рулон... А могу попросить не колотить, короче? Чуть-чуть. Да. Сейчас, 5 минут я сниму, как бы расскажу и все. Пока, перекур. Да, да, да. Все, спасибо. Итак, чего начинается все? Да, то есть когда мы выходим на крышу, то видим, то есть поверх стропильной доски у нас натягивается кровельная мембрана. Мы для работы вот с кровлей используем кровельную мембрану Tavik Soft. То есть это считается гидроветрозащитная мембрана. Ну, то есть по ней скатывается влага, во-первых, как бы вся вниз, которая, если образовывается какой-то конденсат. Поверх кровельной мембраны мы прибиваем на стропила наши существующие вот такой контрбрусок. Это брусок размером 50 на 50. Для чего он нужен? Чтобы появлялся зазор между самой мембраной и дальнейшим покрытием крыши. Но в нашем случае это будет OSB. Но вот этот зазор для вентиляции вот этого подкровельного пространства, чтобы любые образования конденсата, они в первую очередь вентилировались, испарялись. А те, что как бы не вентилировались, испарялись, они вылетают просто по кровельной мембране вот туда вниз. Дальше, смотрите, у нас поверх вот этого контрбруска нашивается обрешетка. Вот здесь уже обрешетка только начинает обшиваться, а вот там мы уже в принципе обрешетку прикрепили. Давайте я вам подниму повыше камеру, вы просто увидите, как процесс происходит. Вот там вы видите, у нас полностью уже застелена обрешетка. Обрешетка выполняется из доски 25 на 100. И в принципе шаг здесь выбирается немножко не такой, как под металлочерепицу. Здесь делается такой шаг, чтобы мы могли прикрепить лист OSB без подрезки в дальнейшем. И также, чтобы этот лист OSB был закреплен каждые 30 сантиметров, прокручивался саморезами для того, чтобы он максимально плотно был прижат к крыше и не волнил вообще в принципе. То есть если вы оставите расстояние там между обрешетками побольше, то при монтаже листа OSB, если конечно вы не крепите его там, не знаю, 18-15 миллиметров толщину, то вот это расстояние может в дальнейшем погуливать вот такими волнами. Это будет выглядеть издалека на крыше не очень презентабельно. Сегодня тот этап, который я вам показал, это вообще этап, который называется стропильная система. После этого мы приступим как раз к монтажу кровельного покрытия. То есть что я считаю, вот что такое кровельное покрытие. То есть в случае гибкой черепицы это постеленная плита OSB, сверху подкровенный ковер вот этот и дальше покрытие непосредственно самой гибкой черепицей. Я надеюсь из этого ролика вам было все понятно про стропильную систему. Я уверен, что всегда появляются какие-то вопросы, поэтому вы если что смело пишите их мне в комментариях, потому что комментарии как бы в принципе это та вещь, которую я читаю. Если вам нужно лично обратиться, то смотрите в описании к видео контакты мои. Там есть и ссылки на соцсети, и в принципе даже телефон, по которому вы можете лично позвонить, обратиться, либо мессенджеры. Ну и что я хочу сказать еще? Подписывайтесь на мой канал, потому что много-много интересного видео, контента уже там выпущены и еще вас ожидает. С вами был Тимофеев Олег и до скорых встреч. Всем пока!